Добрый день, с вами Дина Краснова и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0 формировать отчет по 51 счету в разрезе движения денежных средств. В программе у нас есть специальная настройка, которую можно найти в разделе «Главное», «Настройки», «Функциональность», «Банк и касса». Вот здесь мы можем включить статьи движения денежных средств. В этом случае во всех денежных документах по кассе и банку будет активна статья движения денежных средств, которую можно выбрать. По этим статьям программа затем будет формировать отчет о движении денежных средств. И также мы можем по этим статьям составлять различные отчеты и смотреть аналитику. Здесь у меня уже данная функциональность используется, поэтому она может быть отключена. Если у вас она не подключена и вы хотите ее подключить, значит нужно установить флажок. Здесь, если мы откроем любой документ, допустим, по банку, мы увидим здесь статью расходов. Обычно они по умолчанию подставляются. То есть вот это и есть статьи движения денежных средств. Здесь можно добавлять, можно использовать те, которые есть по умолчанию. И соответственно на основании вот этих статей будет составляться отчет о движении денежных средств. То же самое по документам по кассе. То есть здесь вот, например, выдача подотчетных сумм идет. И если мы хотим сформировать отчет, например, оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 в разрезе данных детей, то нам нужно зайти в отчет и выбрать оборотно-сальдовую ведомость по счету. Здесь поменять период и выбрать счет 51. Далее мы нажимаем на кнопку «Показать настройки». И в группировке аналливаем флажок «Статьи движения денежных средств». Если вдруг здесь не будет статьи движения денежных средств, можно добавить и выбрать соответственно статьи движения денежных средств, нажать «Ок» и затем установить флажок. Здесь можно оставить без групп. Нажимаем «Сформировать» и у нас формируется здесь по счету, во-первых, потому что у нас здесь аналитика идет по банковскому счету одна. И дальше идут уже по видам движения денежных средств. То есть вот эти все статьи, которые у меня использовались в документах, они здесь все проходят. И таким образом мы можем анализировать и смотреть по какой статье у нас какая сумма. И допустим, если нужно, сравнивать с тем же отчетом о движении денежных средств. И здесь можно, если нужно, открыть карточку счета 51. Здесь уже более детально расписано, какая сумма и какая корреспонденция. Здесь, получается, у нас идет только вот эта операция по вот этой статье выплаты процентов. Если, допустим, мы возьмем вот эту карточку, здесь будет только выдача подотчетных сумм аналитикам. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 можно сформировать оборотную сальдовую ведомость по счету 51 в разрезе статей движения денежных средств. Я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мои группы в соцсетях, все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok